В первый день чемпионата была проведена всеукраинская конференция с международным участием, посвященная актуальным вопросам организации и оказания экстренной медицинской помощи. В работе конференции приняли участие как представители команд, так и организаторы здравоохранения изо всех областей Украины, а также из Республики Польши и Литвы. В 20-х основных причин смерти в США на первом месте, ну, не на первом, а на первом месте, звезда медична помилка. В ВК до 96 тысяч человек гине тільки від цих помилок. На первом месте, в ВК, они перевищают и дорожнепрактические пригоды, и все иначе. 70% умирают, они дают исследование от людского фактора. То есть сделали вывод, что не бракует знания, знания есть, знания фундаментальны на самом деле. Но есть проблема в использовании этих знаний на практике и взаимодействия в команде. Это те причины, которые в принципе недостаточно, не только в нас, и не хочу сказать, что в нас очень плохо. Это на всему святу. Жодный студент, жоден слушатель не должен остаться поза уважения вкладача. Он должен найти подход к любому человеку для того, чтобы есть разные психотипы студентов. И для каждого из них нужно найти учение. Это уже мистерство вкладача. Мы должны врятовать, как большую количество стражда. Это автоматически означает, что всех мы не рятуем. Это автоматически означает, что мы не должны попробовать врятовать всех, потому что, проживающий час на пациента, который не перспективен, мы можем втратить человека, который еще имеет шансы для хранения жизни. Это такая, знаете, очень большая и моральная проблема лекаря. И наше завдание, керівництво охраны здоровья, надо дать каждому из нас чуткий инструмент, который базируется на доказательной базе, чтобы мы могли себя впевненно почувствовать в этом плане. После окончания конференции для команд-участниц была проведена специальная жеребьевка. По очереди на сцену вызывались представители каждой команды и тянули свой стартовый номер. С номером команды получали пакет участника чемпионата, а также карту местности с обозначением конкурсных точек, флажки и другую необходимую информацию для прохождения конкурсных заданий. Стартовые номера фиксировались на лобовом и заднем стекле карет, и с этим номером бригада занимала свое место в карте старта на каждый предстоящий конкурс. Каждая бригада выезжает на свое задание в определенной строгой очередности, согласно согласованной карты старта. На точке старта бригада получает легенду задания, в которой они будут проходить и выезжает на это задание. В легенде кратко описывается, что их ждет на сымитированном вызове. На исполнение каждого конкурса бригаде даются 10 минут. Первый конкурс чемпионата – детский конкурс под названием «Растишка». Перед началом судьи проводят инструктаж и дают команду время старта. С этого момента начинается сценарий. На этом конкурсе по легенде бригаду вызвала мать к своему сыну пятилетнего возраста, у которого на протяжении четырех дней было расстройство пищеварения и которому внезапно стало хуже. Каждый сценарий на таких соревнованиях обязательно чем-то интересен. Он имеет свои изюминки, особенности и подвохи. Особенностью данного сценария было то, что у ребенка на фоне острой кишечной инфекции возникло выраженное обезвоживание, и ребенок при этом почему-то находился без сознания. Идея этого конкурса – в тщательном последовательном обследовании ребенка, которое позволит не пропустить ничего важного, поставить правильный диагноз и вовремя провести необходимое лечение. Правильной тактикой в данном случае с учетом степени обезвоживания у ребенка было наладить струйную или быструю капельную внутривенную инфузию кристаллоидов из расчета минимум 10-20 мл на килограмм веса ребенка. По сценарию бригаде с первого раза не удавалось попасть в вену ребенку. Если при этом они не делали второй попытки и оставляли ребенка без инфузии, состояние его ухудшалось, возникала остановка кровообращения, и ребенка приходилось уже реанимировать. Еще одной особенностью сценария «Растишка» было то, что на фоне многократной рвоты ребенок продолжительное время не ел и не пил, и у него быстро снизился уровень сахара в крови и возникла гипогликемия. Те бригады, которые системно обследовали ребенка и находили это, вводили ему глюкозу, и состояние ребенка значительно улучшалось. Как и в этом конкурсе, так и на реальных вызовах в жизни очень важно умение правильно работать с родственниками пациента. В данном сценарии мама ребенка немножко выпила, но тем не менее, находясь, что называется в здравом уме и твердой памяти, волнуюсь за ребенком, постаралась выспросить бригаду, что и как с ее ребенком. Если члены бригады успокаивали маму, она больше никому не мешала и наоборот, всячески сотрудничала и помогала медикам. Если же наоборот, бригада вела себя с мамой грубо, не прислушивалась к ней, она до конца сценария мешала бригаде и не давала ей четкую информацию на поставленные вопросы. В целом, бригады неплохо справились с заданием, но обращает на себя внимание, к сожалению, зачастую недостаточная полнота и системный осмотр ребенка, нехватка знаний и возрастных норм и дозировок препаратов. На эти недоработки нужно обратить внимание большинству украинских команд. А в то время, как медики бригад оказывали помощь ребенку на конкурсе «Растишка», водители бригад проходили свой конкурс под названием «Я води». Первые годы проведения чемпионатов бригад скорой помощи в нашей стране на конкурсах для водителей оценивали в основном именно водительское мастерство, кто быстрее водит, маневреннее ездит, точнее паркуется и так далее. Но в последние несколько лет, как в Украине, так и во всем мире, все больше внимания начали уделять не вождению, а умению оказывать водителями первую домедицинскую или экстренную медицинскую помощь. В данном водительском конкурсе, по легенде, в карете скорой помощи, в которой сидит водитель, подбегает случайный прохожий и просит помочь двум пострадавшим, которые за углом упали с мотороллера. От водителя в этом конкурсе требовалось Оценить место происшествия на предмет безопасности для него и окружающего. Проверить состояние мотороллера, есть ли выток топлива, выключен ли двигатель. Вызвать на место происшествия скорую помощь. Оказать пострадавшим первую помощь и организовать наблюдение за их состоянием. При оказании помощи пострадавшему, который лежит с травмой ноги, нужно было оценить сознание, обратившись к нему и вступив с ним в контакт. По возможности попросить его не двигать головой и обеспечить ему надежную фиксацию головы и шейного отдела позвоночника. Это очень важный момент, о котором часто при оказании помощи забывают даже медицинские работники. Ведь движение головой при травме шейного отдела позвоночника могут привести к травме спинного мозга и в результате к инвалидности и даже смерти пострадавшего. После этого желательно было хотя бы в общем осмотреть пострадавшего на предмет наличия кровотечения и травм. И попросить его не двигать сломанной ногой до прибытия кареты скорой помощи. У пострадавшего номер два была черепно-мозговая травма, он терял сознание и на лбу у него была ушибленная слабо кровоточащая рана, на которую нужно было наложить марлевую повязку. Водители разных бригад справились с данным заданием по-разному. Часть водителей не были готовы к такой ситуации. Они не знали что и как им делать и в результате плохо справились с заданием. Другая часть водителей наоборот очень быстро сориентировались в ситуации, оперативно вызвали на себя другую бригаду скорой помощи. Четко и правильно на уровне медиков оказали пострадавшим первую помощь. А несколько водителей, используя оснащение своих карет, даже сами смогли наложить на пострадавшего шины и шейный воротник. В целом данный конкурс показал недостаточную готовность водителей отечественных бригад к оказанию первой домедицинской помощи. Актуальным для украинских медиков оказал свой конкурс с ДТП на лесной дороге под названием «Нездиснен на подорож». По сценарию водитель ехал на легковом автомобиле ночью и не справившись с управлением врезался в дерево. Прохожие вызвали скорую помощь. Оценивалась просто правильность и четкость действий на месте ДТП, взаимодействие медиков с аварийно-спасательным отрядом, Оценивалась правильность действий по обследованию пострадавшего, правильность наложения шейного воротника, извлечения из машины, фиксации на специальном щите. Надежность фиксации проверялась переворачиванием пострадавшего на щите лицом вниз. Если актер, который играл роль пациента при этом падал, значит зафиксировали недостаточно хорошо, из бригады снимали баллы. Если фиксация оставалась надежной и в любом положении актер-пациент не падал, бригаде баллы добавляли. Особенностью данного конкурса было то, что при обследовании актера, игравшего роль пострадавшего, все основные параметры нужно было определять непосредственно на нем. На вопросы о состоянии пациента судьи давали информацию только в виде фраз «Как видите», «Как слышите», «Определяйте на пациенте». Кроме правильности и полноты обследования, техники и мобилизации извлечения из машины, при работе медиков судьями оценивались также и умение взаимодействовать со спасателями, а также навыки слаженности работы в команде. Подобный конкурс уже проводился на одном из прошедших чемпионатов бригад скорой медицинской помощи в городе Тернополь в 2010 году. И тем не менее, организаторы нынешнего чемпионата приняли решение провести такой конкурс снова. Ведь конкурс – это в первую очередь опыт и обучение, а количество ДТП в крупных городах Украины, к сожалению, с каждым годом все растет и растет. И очень важно, чтобы как можно больше врачей и фельдшеров скорой помощи хорошо владели навыками спасения в таких ситуациях. В целом, результаты прохождения командами конкурса с ДТП можно оценить как положительные, и большинство участников с задачами, поставленными этим сценарием, справились. Хотя, даже несмотря на то, что подобный конкурс проводится в Украине уже второй раз, к сожалению, ошибки при оказании помощи пострадавшему и извлечении его из машины все-таки были. Опыт, получаемый бригадами при прохождении таких конкурсов, просто колоссальный. И очень важно, чтобы этот полученный опыт никуда не растерялся, а закрепился и применялся бригадами на практике. А это возможно, когда бригада, вернувшаяся с чемпионата, поделится своим опытом с другими бригадами. Когда на каждой подстанции после соревнований для всех будут организованы обучающие занятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Здравствуйте! У нас сейчас есть возможность пообщаться с Гудымом Арсеном Арсеновичем. Здравствуйте, Арсен Арсенович! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, что за мероприятие происходит на протяжении вот уже трех дней? Протим последних трех дней в городе Киеве вбывается 5-й национальный чемпионат бригад шуткой допомоги с международной участием. Фактически можно считать его международным чемпионатом. Вбывается в пятый раз ювелейный. И в городе Киев, Киевская местная администрация, Киевская местная рада, Министерство охраны здоровья взяли на себе миссию организовать этот заход. А сколько бригад скорой помощи приехало? Прибыло 38 бригад скорой помощи практически с каждого куточка нашей державы, каждый областный центр, административные регионы. А также есть три закордонных команды, две из Литвы и одна из Республики Польши. Сегодня, насколько я знаю, второй день, правильно? Сегодня второй день, сегодня важные конкурсные завдания. Может быть, завтра будет еще важный день, а мы так конкурсы наращиваем по важности, для того, чтобы команды могли выйти в игру и себя проявить с лучшей стороны. Ну, а как реагируют люди, которые работают? Нравятся им? Они воспринимают это как игру или это что-то очень серьезное? Вот ваше мнение, как главного судьи? Моя думка такая, что, по-перше, люди, несмотря на свой век, статус, досвид, включаются в игру с полной отдачей, працуют с вогником, працуют максимально эффективно для того, чтобы дать допомогу умовному постраждалому или хворому. А что вы можете пожелать, посоветовать ребятам, которые приехали? Так понимаю, что соревнования проходят почти каждый год, да? Так, соревнования происходят каждый год, и каждый регион принимает на себя эту миссию. Два первых были в Тернополе, другая в памяти Подельскому, четвертый чемпионат был в Ревному. Поэтому сейчас в Киеве мы планируем, что этот рух будет рухаться на Схид. Что можно пожелать командам? Удач у далих стартов. Это одна из форм их подготовки, одна из форм спілкувания с другими коллегами, обмін досвидом, возможность побачить, как працуют закордонные команды, какие у них оснащены, возможность спілкуваться с кураторами Министерства охраны здоровья. Тобто для наших керівників, для керівництва службы это уникальная возможность побачить все, как оно выглядит на ЯВУ. И никаких десяток селекторных нарад не заменить то, что они сегодня увидят, и мают возможность в неформальной обстановке поспілкуваться. Музика Високоповажная пані министр, високоповажні очильники міста Киева, дорогие участники чемпионату присутні. Від имени судовской коллегии насамперед хочу выразиться щиру вдячность Министерству охраны здоровья Украины и керівництву міста Киева за те, что 5-й, открытый, ювелейный национальный чемпионат бригад экстрено-медичной допомоги это происходит в месте Киеве, столице нашей страны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В конкурсе «Небеспечная развага» действия разворачивались на железнодорожной колее. По легенде вызов звучал как «упал с поезда, жалуется на боль в руке и ноге, помощь вызвал самостоятельно». По приезду бригада обнаруживает, что движение поезда восстановлено, электрика обесточена и подход к месту происшествия безопасный. Пострадавших двое. Как оказалось, они после употребления спиртного катались на крыше последнего вагона поезда. Один из них не удержался и упал вниз. На момент приезда бригады он лежит без сознания на животе на дальней от бригады рельсе. Другой пострадавший прыгнул с крыши вагона за товарищем вслед самостоятельно и при этом поломал себе голень и предплечье. Он и вызвал бригаду скорой помощи. Действие, которое необходимо было сделать бригаде в данной ситуации, это сообщить диспетчеру скорой помощи о необходимости в еще одной бригаде для второго пострадавшего. Первого пострадавшего, который лежит на коле, желательно перенести в более удобное для дальнейшего оказания помощи место. При этом, учитывая его падение с высоты, обязательно обеспечить ему надежную фиксацию головы и позвоночника, то есть наложить на него шейный воротник и транспортировать его на жестком щите. Во время переноса у первого пострадавшего возникает остановка кровообращения, и его бригадам приходится реанимировать. Качество проведения реанимации оценивалось. Судьи обращали внимание на глубину и частоту непрямого массажа сердца, на качество выполнения искусственного дыхания при помощи мешка-амбу, на технику и соблюдение правил безопасности при проведении разрядов дефибрилляции. Типичными основными ошибками медиков при прохождении данного сценария были следующие. Первое. Безопасность. Не все бригады проверяли место происшествия на предмет безопасности. Второе. Часть бригад-участниц не переносили пострадавшего, который лежал на колее, в более удобное для оказания ему помощи место. Третье. Многие бригады в стрессе забывали вызвать дополнительную карету скорой помощи или делали это уже в конце сценария. Наблюдались также технические ошибки при проведении сердечно-легочной реанимации. В самых современных мировых стандартах проведения реанимации особое внимание акцентируется на качестве нажатия на грудную клетку при проведении массажа сердца. Необходимая глубина нажатия должна составлять 5-6 см, а частота 100-120 в минуту. Многим медикам было достаточно сложно длительно обеспечивать необходимую глубину и беспрерывность массажа. Также, к сожалению, не все конкурсанты правильно ориентировались в электрокардиографических ритмах, вариантах остановки кровообращения. В общем же, бригады справились с данным сценарием неплохо. Если сравнить результаты их работы с аналогичными результатами на первых соревнованиях бригад скорой помощи в Украине, то видно, что все предыдущие чемпионаты были проведены не зря, и общий уровень владения навыками оказания экстренной медицинской помощи возрос. Еще одна очень актуальная для Украины тема – работа бригад в условиях действия химических, биологических и прочих загрязнений. К сожалению, за последние 30 лет в Украине количество техногенных аварий значительно увеличилось, и службы спасения в любой момент должны быть готовы быстро и организованно среагировать на внезапно возникшую аварию или катастрофу. В сценарии лесового каска для бригад была смоделирована ситуация с одной из самых грозных опасностей – радиоактивным загрязнением. По легенде, вызов для скорой помощи поступил от сотрудника санатория лесового каска. Он сообщил, что на границе санатория и леса обнаружил мужчину, который выглядел больным и просил о помощи. Сам пострадавший двигаться не мог. Жаловался он на носовое кровотечение, общую слабость, рвоту. Ходить не мог, потому что подвернул ногу. Бригада, приезжая на вызов, не знала, что в кустах недалеко от пострадавшего лежит контейнер с обозначением радиоактивности и надписью на английском языке «Не открывать радиоактивно». По легенде, пострадавшие с товарищем взялись доставить этот контейнер в определенное место и передать его иностранцам, которые заплатят за него хорошие деньги. Но по дороге, два дня тому назад, товарищ пострадавшего открыл контейнер, чтобы посмотреть, что находится внутри. Вскоре товарищу стало плохо, он ощутил слабость, началась частая рвота, кашель с кровью. Они решили идти за помощью в ближайший населенный пункт. Но через время товарищ почувствовал себя очень плохо и не смог больше идти. Пациент оставил его в лесу и пошел дальше, но подвернул ногу, и тут-то его и обнаружил сотрудник санатория. В данном сценарии участники команд должны были выявить факт радиоактивного загрязнения, или осмотрев территорию вокруг пострадавшего и обнаружив на ней контейнер, или же тщательно расспросив пострадавшего и выяснив все с его слов. Данный сценарий учил сотрудников скорой помощи быть внимательными к окружающей обстановке на вызовах и тщательно выспрашивать обстоятельства случая у пострадавших. В случае обнаружения радиоактивной угрозы, как говорится, организация оказания помощи важнее, чем само оказание помощи. Здесь очень важно в первую очередь обеспечить безопасность себя и окружающих, а также оградить место происшествия от всевозможных прохожих и посетителей. Для этого нужно вместе с пострадавшим и с сотрудником санатория, который его обнаружил, отойти от очага загрязнения на безопасное расстояние, по возможности снять с себя одежду, спрятав ее в целлофановые мешки и надеть новую. Обязательно вызвать на место происшествия спасателей, а также сообщить о случае диспетчерам скорой помощи и милиции, и до прибытия служб обеспечить изоляцию территории вокруг очага загрязнения. При этом обратиться нужно за помощью к руководству санатория и администрации области, где случилось происшествие. Анализ результатов прохождения бригадами этого конкурса показал необходимость проведения регулярного специального обучения как для сотрудника скорой помощи и других служб спасения в отдельности, так и совместных учений по ликвидации подобных аварий и чрезвычайных происшествий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конкурс Святого Петра, по мнению самих участников, был одним из самых ярких и интересных конкурсов чемпионата. Прохождение его учило членов бригад сразу нескольким важным для практической работы нюансом. По легенде, бригаду скорой помощи вызвала молодая женщина к себе домой из-за внезапной потери сознания у ее мужа. Бригада, имея минимальную информацию о том, что случилось на вызове, входила в помещение. И тут их ждал первый, весьма неприятный сюрприз. Петр, который пил с двумя друзьями, неизвестно где и у кого купленное спиртное, лежал в состоянии клинической смерти на полу. Один из его собутыльников пытался проводить реанимацию, а второй возбужденно бегал по комнате. Когда члены бригады заходили в комнату, второй собутыльник хватал топор и, размахивая им, угрожал медикам. Этот элемент сценария специально был разработан для того, чтобы оценить умения членов бригады обеспечивать свою безопасность на вызовах. Правильным действием было выйти из комнаты, закрыть за собой дверь и вызвать милицию. И до прибытия последней не входить в комнату. С бригадой за пределы комнаты выходила женщина, жена Петра, которая вызвала помощь. Пока бригада ожидает милицию, у нее можно было расспросить, что же именно случилось с ее мужем и его товарищами. Бригады, которые внимательно расспрашивали женщину, выясняли, что муж ее Петр купил на рынке с рук бутылку какого-то неизвестного спиртного, пил его вначале сам, а потом с двумя друзьями. После чего Петр начал слепнуть на оба глаза. Это должно было навести бригаду на мысль об отравлении Петра и его собутыльников метиловым спиртом. По истечении приблизительно одной-двух минут на вызов подходили сотрудники Украинской службы спасения, которые обездвиживали агрессивного с топором и бригада могла начать работать. Далее в этом сценарии бригада проводила Петру сердечно-легочную реанимацию, правильность и качество которой оценивали судьи. Второй сюрприз, который ждал бригаду на этом сценарии, это был ребенок, которого прятали или в ванной, или в другой комнате. На то, что в доме есть ребенок, указывала баночка с детским питанием и игрушка, которые лежали на столе. По сценарию ребенка члена бригады достаточно было просто найти, обратив свое внимание или на детские принадлежности на столе, или осмотрев вторую комнату и ванну. В целом бригады хорошо справились с таким нелегким сценарием. Приятно отметить, что уровень подготовки бригад-участниц чемпионата в этом году по сравнению с предыдущим существенно возрос. Бригады были лучше подготовлены и допускали меньше ошибок. Хотя, к сожалению, не все медики подумали о собственной безопасности на вызове. И если бы этот вызов был настоящим, часть из них поплатились бы за свою неосторожность здоровьем, а возможно и своей жизнью. Как говорится, светя другим, не обязательно сгорать самому. Конкурсы по массовому поражению являются традиционными во время соревнований бригад экстренной медицинской помощи как в Украине, так и за рубежом. К сожалению, массовые случаи в реальной жизни составляют значительную проблему для бригад скорой помощи, поскольку случается не так часто, не отработаны конкретные технологии организации и оказания медицинской помощи и соответствующей подготовки кадров, особенно для работы на месте события. Вместе с тем, в последние годы в Украине соответствующими приказами МОЗ Украины усовершенствовано предоставление экстренной медицинской помощи при массовых поражениях. В частности, определены критерии первичной сортировки, маркировки пострадавших цветными отметками в зависимости от тяжести поражения. Разработан сортировочный талон. Однако все это требует обучения бригад в условиях, приближенных к реальности. Такую цель и предусматривал конкурс на массовое поражение, который был предложен участникам во время украинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи в городе Киеве. Сначала бригадам был проведен мастер-класс по технологиям оказания экстренной медицинской помощи при массовом случае. А дальше предлагалось практически отработать имитационный случай со взрывом мусорного бака на автобусной остановке, заполненной людьми. По сценарию, в результате вызова пострадало более 30 человек. Актеры-фигуранты были загримированы так, чтобы визуально можно было определить и предугадать характер большинства травм. Тяжесть поражения уменьшалась по мере отдаления от эпицентра взрыва. В момент взрыва водитель автомобиля, который проезжал мимо автобусной остановки, совершил наезд на скутер. Пострадал водитель скутера. Из бензобака скутера подтекало горючее. По замыслу организаторов, среди пострадавших было 8 красных пациентов, то есть тяжелых, 6 желтых средней тяжести, 2 черных трупов и остальные зеленые, то есть пациенты легкой степени тяжести. На место событий одновременно прибывают две кареты экстренной медицинской помощи. В задание команд входило. Первое. Определить приоритетную бригаду, которая возьмет на себя функции организатора ликвидации медицинских последствий. Соответственно, врач команды становился координатором. Эту миссию успешно выполнили практически все команды. Второе. Провести оценку обстановки. Выяснить у руководителя спасателей, что случилось, безопасное ли место, сколько пострадавших. Если на два первых вопроса спасатели давали исчерпывающие ответы, то относительно количества пострадавших были неуверенны, то ли 20, то ли 30 человек. В связи с этим координатор должен установить это число силами бригад, которые прибыли на вызов. Как правило, отдавалась команда на проведение медицинской сортировки. Координатор фиксировал количество пострадавших разной степени тяжести. Точного числа пострадавших к окончанию акции у координатора не было. Третье, что требовалось от бригад, это выведение всех ходячей с медицинской и психологической опекой при потребности с привлечением сотрудников милиции или спасателей. Четвертое. Проведение вторичной медицинской сортировки с определением приоритетных красных и предоставлением помощи на месте. Пятое. Ситуативная помощь всем пострадавшим по мере возникновения у них дополнительных угроз для жизни. По прибытии других команд необходимо было дать указание каждой бригаде приоритетного пациента, с которым она работает. Выезд в лечебное учреждение разрешать бригадам только после стабилизации всех красных или решения координатора относительно приоритетного пациента для эвакуации. Подводя общий итог конкурса, можно сказать, что вопрос оказания экстренной медицинской помощи в случаях массовых поражений для Украины остается по-прежнему актуальным. И для решения этого вопроса необходимо как доработка регламентирующей нормативно-правовой базы, так и обучение медицинского персонала основополагающим принципам оказания помощи в данных ситуациях. Необходимы также регулярные совместные учения всех служб, которые задействуются в Украине для ликвидации несчастных случаев, аварий и катастроф. Последний конкурс украинского чемпионата бригад экстренной скорой медицинской помощи проводился на берегу живописного озера на территории санатория Пущеозерное государственного управления делами в городе Киеве. Согласно легенде, два молодых парня плавали на лодке и ныряли в воду. Через некоторое время лодка почему-то перевернулась. Случайный прохожий позвонил 103. Когда приезжает скорая, один пострадавший лежит на песке на берегу озера, в 10 метрах от лодки в положении на боку бессознания. Он живой, пульсно-сонная артерия определяется, но кожа синюшного цвета и дыхание у него отсутствует. По легенде, причиной переворота лодки послужило то, что этот молодой человек подавился лесным орехом и упал в воду. Одной из изюминок данного конкурса и был этот пресловутый лесной орех. Участники, определив отсутствие дыхания у пациента при наличии у него пульса, должны были заподозрить закупорку дыхательных путей инородным телом. И заподозривая это, должны были попытаться обнаружить инородное тело и извлечь его. В случае успешного поиска, судьи переводили врача или фельдшера бригады к специальному манекену-симулятору, из которого нужно было за определенное время по-настоящему извлечь орех. Если бригады не справлялись с этой частью задания, считалось, что данный пациент умер. Судья останавливал оказание ему помощи, из бригады снимались баллы. Но второй изюминкой конкурса было то, что лодка стояла неустойчиво, и если участники пытались реанимировать в ней, то лодка качалась. Поэтому желательно было вначале перенести пострадавшего на берег, положить его на ровную твердую поверхность, желательно на бетон, траву или асфальт, но не на песок, и только после этого проводить реанимацию. Другие ошибки, которые совершали участники на этом этапе, в основном повторяли ошибки предыдущего конкурса. Команду забывали вызвать на помощь другую бригаду или вызывали ее в конце сценария. Качество проведения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания иногда оставляло желать лучшего. Анализируя результаты прохождения бригадами-участницами конкурсов, как данного чемпионата, так и всех предыдущих, можно сделать вывод, что для эффективной работы отечественной системы экстренной медицинской помощи нужна качественная подготовка к оказанию этой помощи медицинского персонала. Особенно важна практическая часть подготовки с отработкой навыков на специальных манекенах-симуляторах. Только регулярная такая подготовка может обеспечить постоянную готовность медиков помогать другим людям, оказавшимся в беде, и обеспечить высокое качество экстренной медицинской помощи в Украине. Третье место. У номинации «Кращая государственная бригада экстренной медицинской помощи» завоювала команда экстренной медицинской помощи из Львовской области. Я запрошу команду в повном складе на сцену. Команда награджуется медалями, команда награджуется дипломом и команда награджуется почесным кубком. И одновременно команда награджается специальным призом нашего генерального спонсора торгового дома «Азарис». Витайте, победители! У номинации «Кращая государственная бригада экстренной медицинской помощи» награджуется за второе место команда Харьковской области. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за просмотр! Спасибо. Отож оголошуємо переможця нашого чемпіонату в номінації «Краща бригада екстреної медичної допомоги державної служби». Ця команда одночасно стала і абсолютним чемпіоном нашого конкурсу, яка завоювала максимальну кількість очок. Цією командою стала команда Київського міського центру екстреної медичної допомоги служби медицини «Катастрофа». Недаремно Михайло Олександрович Стрельніков сказав, що шеф цієї команди є символом нашого чемпіонату. Чудові! 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 Спасибо за просмотр! Итак, пятый юбилейный национальный чемпионат бригад экстренной медицинской помощи подошел к концу, но никто из участников чемпионата не остался без внимания. Кроме первых трех мест с ценными призами для лучших государственных команд, была номинирована также лучшая частная команда, лучшая ведомственная команда и лучшая среди иностранных команд. Было также вручено множество других номинаций и ценных призов, но главное, что практически все участники уехали домой радостными и воодушевленными, полными новых впечатлений от общения со своими коллегами из Украины и из-за рубежа. Набравшись важного и так нужного в практической работе опыта и ощутил, что служба наша важна, она приносит пользу людям, что служба экстренной медицинской помощи — это звучит гордо. Ну что же, наша передача подошла к концу, награда нашла своего победителя, и сейчас мы имеем возможность пообщаться с Виталием, который нам расскажет о конкурсе, как все проходило, понравилось ли ему. Виталий, ответьте, пожалуйста, на такие вот вопросы. Ну, конечно же, понравилось, почему? Потому что каждый конкурс есть особенный, неповторимый из года в год, есть какие-то особенности в его создании. Он долго проходит, долгий путь его создания, сначала формируется сама идея, потом она дошлифовывается, то есть каждый конкурс уникальный фактически, причем они интересны в плане даже обучения команды. Они всегда идут не просто соревноваться, а именно учиться, потому что те случаи, которые они здесь изучают или проходят, они не очень часто и в жизни, но очень хорошо запоминаются. То есть у нас есть уже случаи наших команд предыдущих, которые раньше проходили такие конкурсы, и уже после даже этих конкурсов наших чемпионатов оказывали очень качественную жизнь. Так что мне не может не понравиться, конечно же. Скажите, есть ли какие-то пожелания на будущее для команды? Команды, единственное пожелание это то, что особенно для наших команд украинских, они должны чуть-чуть лучше готовиться. Я имею в виду, именно не в знаниях, конечно же, а именно в взаимодействии. То есть это очень важная такая черта, которой чуть-чуть не хватает. То есть нет команды, люди знают, люди хорошо очень все делают, но именно команды такой игры пока нет. Но она здесь вырабатывается, поэтому мы будем и так делаем, что команда, которая брала три раза или два раза участие в наших чемпионатах, уже потом не принимает участие, потому что уже неинтересно. Они работают практически идеально. То есть мы приглашаем себе новые и новые команды, которые бы учились, проходили и познавали эти все моменты. Ну почти все команды, с которыми мы пообщались, просили вам передать громаднейшее спасибо, потому что они были в восторге и сказали о том, что хотелось бы поучаствовать еще, еще и еще. Спасибо вам большое за такое вот приятнейшее мероприятие. Спасибо. Арсен Арсенович, скажите, что вы можете пожелать командам? Арсен Арсенович, командам могу побежать вчитесь, вчитесь и еще раз вчитесь, потому что навчание есть запорукой успеха. И наш чемпионат носил, кроме чисто конкурсных моментов, и навчальный, потому что команда работала в модельных ситуациях, и для себя, я надеюсь, много взяли информации. Кроме этого, это лекции, майстер-классы, которые бывают, они тоже споникают экстренную допомогу до удосконаления. Я думаю, что эти конкурсы есть уже доброю традицией в нашей стране, и они один из лучших учеников подготовки высококвалифицированных специалистов в области экстренную допомогу. Вы всем довольны по окончанию уже третьего дня? Ну, в целом, так. Все произошло, как заплановано. Были, конечно, разные какие-то организационные моменты, но мы их успешно подолали, потому что работает команда-однодумцы, которые просто фанаты этой справы, и с ними работать спокойно, легко, впевненно. Я думаю, что с такой командой мы сделаем еще один чемпионат, очень высокий уровень. Продолжение следует...